Тили-тили-ти, тили-ли, тили-ли, тили-ли-ли. Какая тема, мелькнула еще у тебя? Слушай, тут Ирина прислала смс, говорит, вы можете у Ирины спросить, как она видит неадекватных клиентов? У тебя, как проявление неадекватности клиентов, ты какие-нибудь помнишь из своей практики, из своей жизни? вообще каких клиентов можно считать неадекватным я честно скажу не помню я знаю что были реакции было что-то но я не запоминаю если если запоминается только веселая на самом деле да много не и неадекватных и каких у меня есть такой клиент был 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 это когда я еще организатором было и когда приезжали в минск тренера разные известные да и был молодой человек в минске он был психически болен ему очень интересно было ходить на семинары я смотрела те семинары которые вот без такого без транса шли и просто обучающие программы какие-то такие говорилки вот я на его на них допускала и у него было 100 долларов он приходил мы с ним заключали официально договор все он оставлял 100 долларов потом он слушал весь семинар забирался да да потом благодарил подходил ко мне говорил мне семинар не понравился я приду к вам на другой семинар верните мне деньги он не возвращал договор я возвращала деньги и он уходил у нас была такая игра но потом дело в том что потом дальше семинары становились все сложнее и сложнее я видела все больше и больше трансовых техник и потом пошел гипноз и я видела что уже ему нежелательно приходить на эти семинары и я вот правила другому организатору он предварительно предупредив что будет такая схема работы а вот ну и вот такой клиент у меня был это наверное был единственный но я видела искренне интерес у человека но я видела что действительно он не проходил ни один из тестов у него действительно психика была неустойчивая но ему хотелось жить ему хотелось общаться ему хотелось среды и поэтому мы с играли в такую игру вот это был неадекватный такой клиент да при этом у тебя была осознанная игра с ним да ну осознавала что ты играешь чужую игру понимаешь до какого-то момента когда я осознавала что это безопасно и это ни на что не влияет но при этом человеку от этого идет какое-то развитие и при этом тебе самой было скорее всего интересно но но до какого там это к чему это приведет да и мне было знаешь даже момент запомнился первый раз у меня это вызвало удивление а потом мне было интересно а вот не каждый человек может подойти я видела что ему нравится общение я видела что его все устраивает но не каждый человек может подойти и вот так забирать деньги это было проявить силу и смекалку и он как он так проявлялся кстати я наблюдала за этим проявлением потому что я понимала что наверное благодаря своему расстройству психическому мог так проявляться потому что если бы было другое расстройство да то возможно или не было бы расстройство то человек бы не мог так проявиться потому что он был очень доброжелателен ну просто вот но не понравился это было поводом вот потому что очень часто люди они же не осознают например когда они пишут что ты уже знаешь всю информацию и ты его принимаешь человека таким как он есть и человек иногда играет в игру например я оплатил там семинар и поймем доступ там какое-то время потом пишу что нет я не участвовал там в этом откройте мне другой семинар и ты четко настроен и понимаешь здесь он лжет а здесь не лжет и когда ты ловишь ложь то вероятность того что у него будет заблокирован кабинет 90 процентов когда ты ловишь что человеку интересно и у него нет денег и он тебе пишет слушайте мне интересно но у меня нет денег то ты смотришь у него действительно нет денег или ему на себя жалко и понеслось принципе каждая история на разные и заметь у нас есть разные клиенты и разные проявления и на разных финансовых условиях они участвуют есть люди которые которым мы дарим семинары но это не значит что мы дарим всем а вот а есть люди у которых мы три шкуры снимаем только чтобы он не пришел но в таком случае как правило и заключить защищает их собственное подсознание которое создает такие условия что человек вот он тот зарегистрироваться не может открыть не может то не вовремя но не да не на тот поезд и все ну плохому танцору и ноги мешают да вот из этой оперы и когда такое что понимаешь что наверное человек не готов к восприятию этой информации либо же она может может каким-то образом связано быть с неустойчивостью той же самой психики либо же вообще нету готовности либо внутри есть не одно сознание и это второе сознание пытается защититься потому что она понимает что придя сюда его не останется да ты его выдернешь вместе с болезнью либо с влиянием либо лидер и она на данный момент сильнее получать не основного тогда то есть есть разные случаи ты каждый раз видишь и видишь что в этом случае до просто сознание защищается вот это сознание болезни и подсадки или а в этом случае действительно там человек каштармит и так далее каждый случай уникален она так про про адекватность блин ну наверное они почти все адекватные а еще знаешь какие случаи были вот сейчас вспоминаю это когда консультации заказывают из таких стран как казахстан башкирия там башкортостан да а такое еще вот оттуда вот с азии иногда люди хитрят они они думают что у нас волшебная палочка как у гарри поттера им не надо будет работать они ничего не смотрят ничего быстренько проплачивают деньги получают консультацию отработку и сразу же пишут что им не понравилось верните мне деньги у нас ничего не произошло верните деньги да нам не понравилось да и сразу же буквально вот при этом информация висит уже отработали все мы мы вот таким образом думаем что все гарри поттер сработал так вот она вот так не работает и тогда тогда в решении юридически мы не возвращаем деньги юридически а по факту все будет зависеть от того насколько нам интересно что будет потом то есть мы проводили эксперименты такие чтобы знать вот когда ты знаешь что подсознание работает закон одного да и там будет либо выиграл выиграл до либо проиграл проиграл если ты осознанно идешь на проиграл проиграл что будет вот у меня я три случая специально такие запускала абсолютно осознанно на проверку что будет потом то есть мне интересно выждать год-два и посмотреть как сложится жизнь человек наверное жестоко но мне интересно как работает закон в обратную сторону потому что мы привыкли работать в одну сторону знаю что вот из какого состояния ты решила что мы будем делать эксперимент вот из какого состояния кстати даже не задумалась но явно не из позитивного да но и не и не агрессивного но сильного у меня была такая больше наверно гадкая гадкая составляющая работала моя обратная сторона медали но при этом любопытная но при этом это я ну и как я чувствую при этом это та сторона которая знает что она таким образом все равно человека возможно под ними то есть поднимет свои со своего стула и приведет заставить заставить двигаться да то есть у меня я к тому что к тому что любое наше действие но и состояние все-таки такого когда ты понимаешь что человека поднимет возможно но у меня в любом случае во всех состояниях даже вот когда вам не гадость включалась у меня есть такой иногда паразитка включается иногда гадость блин я не могу дает и говоришь включается а я все равно я понимаю что но при этом есть вот это любопытство этот драйв чем же закончится ну да чем чем закончится экспериментатор умирает последним я прохожу на виду что мне очень нравится твоя черта это вот силовая черта вот это вот прямой прямо сказать человеку вот прямо сказать зная заранее знаю что будет больно но это такая сила сказать а уже право человека там обижаться или там плакать или принимать или отрицать или или же поблагодарить это уже право человека но вот этот вот порой бывает так прямо жестко так прямо можно сказать как сковороду человеку по башке так бунц наверное это еще мягко сказано даже а при этом я всегда слушаю и посхищаюсь вот этим вот этой силой потому что я пойму как в яблочко блин в яблочко и лишь только человеку осознать какой подарок ему упал сейчас видят сковороды по башке вот это я прям восхищена вот этой твоей чертой эти периодически и говорю про нее я не могу у меня этого нет вот этой силы я больше наверно пожалею может промолчу а это надо иметь силу на самом деле вот это такая сила красивая сила и называли сострадаешь больше людям как-то чувствуешь их и боишься им причинить боль боль да я больше промолчу да именно вот именно да да но я учусь равно я учусь я бывает вот ты же сама знаешь на консультации говорю но не могу это сказать а потом он нет я все-таки скажу за мной скажу мягонько она подхватит и надо правду матку сразу за правду матку да у меня есть такая особенность в жизни да с детства генна за правду матку мне очень часто доставалось и на общество требовал солги да мне очень тяжело лгать то есть практически нереально лгать долбануть до человека когда видишь что блин здесь же просто здесь на самом деле но тот же самый хирург когда ты приходишь тебе делают операцию да он же боль причиняет причиняет он режет тело потом тело заживает и это не один день заживает и так далее но при этом у тебя потом идет облегчение здесь все то же самое психика точно такая же операция идет и вполне возможно что тебе неделю будет так больно что тебе будет выкручивать все внутри и я тогда пишу человеку заполните на меня анкету я знаю что я ударила очень больно но при этом я знаю что я выбила ядро и если это ядро вылетела то у человека потом наступает облегчение через несколько дней особенно если анкеты он параллельно пишет и делает то что мы говорим наступает облегчение потом у него уходит эта информация стирается потом заполняется другой счастливой и потом ты через месяц его если напомнишь что он обращался с этим запросом он не помнит почему хорошие психологи они даже записывают за клиентом с какими проблемами он общался они ведут запись для того чтобы в конце показали слышишь ты пришел вот с этим и ты пришел в таком состоянии а вот на выходе у тебя такое состояние это правильный подход потому что человек же не пол потом не помнит но психологам все время приходится доказывать свою работу при всем том что их еще и защищает государство да а психологи они же не мошенники и психиатры они же не мошенники получается инфодайверы они как бы не психологи не психиатры но при этом и не экстрасенсы а вот и но при этом официально вроде можно но в то же самое время тут как бы не официально ну в смысле официального относятся психологии психотерапия да хотя при этом все законно и начинаются вот такие вот юлозы не когда ну вот мне не нравится такие лозы не поэтому мне даже я согласна инфодайвер чтобы относили под грифом психолог психология чтобы он шел те же самые дипломы наши все 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 идет на таком уровне чтобы не пытались нас перепихнуть чтобы не пищали мошенники потому что если ты не соображаешь как работает мобильный телефон потому что ты еще живешь на острове мумба-юмба то это не значит что нет мобильных телефонов это не значит что нет операторов связи это не знает что из доски можно сделать мобильный телефон это совсем этого не значит это значит лишь то что ты живешь на острове мумба-юмба не более того И когда ты приедешь в Нью-Йорк или в Минск, ты включишь мобильный телефон и будешь им пользоваться, потому что здесь он есть. Вот точно так же у нас, только мы, оказалось, что не с острова Мумба-Юмба приехали к нам, а мы приехали на остров Мумба-Юмба лет на сто раньше. Раньше, да. Ну, всякое бывает. Но в любом случае, я уверена, что вот этой психотехнической базой и этими знаниями люди будут пользоваться через 100 лет железно. Очень сильно изменится медицина, очень сильно изменится все, что касается лекарственных препаратов, очень сильно изменится в течение ближайших 100 лет отношение к наркотикам, к табаку, к зависимостям и так далее. С одной стороны и с другой стороны общество расслоится немножко по-другому. И будет другое общество, будут другие сословия, и обязательно будет духовная часть, обязательно будет интеллектуальная часть, творческая часть населения, обязательно будут люди, которые умеют делать руками и так далее. Обязательно будут люди, которые не будут думать головой. Будут только исполнять чужие указания. Потому что, ну, так сейчас уже видно, что общество расслаивается. Мы, когда смотрим на сознание, мы видим, как сознание претерпевало изменения, переходя от одного периода развития к другому. И, наверное, самые резкие изменения сознания, обрезание сознания, обрезание именно вот этой творческой, божественности, представляющей человека, было где-то после 1850 года, когда пришла индустриализация. И вот это обрезанное сознание сейчас может быть обрезано еще больше. Уже квадрат Малевича будет прямой Чертовича или Московича. Прямой, да. Да. Но это уже будет прямая. И это будет величайшее искусство. Ну, хотя уже величайшее искусство краски, налитые на холст. Как они красиво смешались. Просто-просто-просто. Получается, что... Просто-просто-просто. И потом чипы в голову, и обезьяна может играть в пинг-понг на компьютере. И зачем тогда человек? Да, и это просто... Жесть. И все, и наше божественное полностью обнулено. Полностью. И тогда, получается, Бог, который был в теле, он, в принципе, уже не просто уснул, он умер. Он умер в теле. Он умер в теле. И в теле тогда остается чужое сознание. А это сознание болезни. Либо сознание не того, кто есть Бог. И это... Но оно не может инкарнироваться и в этом радость. Это тогда на одну жизнь. Потому что в теле может инкарнировать, жить только Бог. Только. Симуляция позаботилась об этом. Творец. Да, только творец. Осталось вернуть вот эту творческую составляющую. И, кстати, вот когда мне говорят, ну как это общество деградирует, да? Ты посмотри, вот здесь же у нас техногенное развитие какое. У нас тут автомобили, у нас тут ракеты, у нас тут... Хорошо, давайте посмотрим, кто, какая часть населения... Вот сейчас сколько миллиардов живет на планете. Какая часть населения действительно творчески изобретала, проявляла божественные способности по созданию вот этих технократических вещей? Конструкторские бюро на завод. Сколько человек? А все остальные просто тупо крутят гаечки, выполняют работу. Это роботизированная работа, где не надо творческая составляющая, где человек просто тупо от него. Вот тебе надо делать отсюда до сюда, делаешь. И 80% людей живет именно так. А это деградация, на самом деле, остановка. А если им еще подбросить сигареты, вино и пиво, пошли к Илону маску в нейролинку. Живые роботы. Субтитры сделал DimaTorzok